Уважаемые литератели, у нас сегодня в гостях Иван Веревкин, спортсмен, отличник, теперь уже студент одного из московских вузов. Почему он у нас сегодня здесь? Потому что он участвовал в нашей последней программе предыдущего сезона, это был 27 июня, он обещал к нам прийти. И вот сегодня, 15 сентября, наконец решился. Ваня, расскажи, пожалуйста, что у тебя за это время изменилось в жизни и что ты здесь делаешь? Я рад, что вы снова пригласили меня на передачу, это очень приятно. Нам-то как приятно. За тот недолгий срок, пока мы не виделись, я поступил в Московский университет, в Государственный университет управления, уже учусь там две недели, еще не отчислили. Ну, учусь на институт рекламы, институт маркетинга. Какая у тебя будет специальность по окончании? Реклама и связи с общественностью. А почему именно это было? Ну, потому что это интересно на самом деле. Ну, мне интересно. Я поступал еще в Государственное муниципальное управление в Академию Полиханова, в университете, ну и почему-то решил, что реклама мне будет ближе. Такий серьезный вуз для себя выбирал, давай там сейчас немножко о технических подробностей. Ты неплохо сдал ЕГЭ, правильно? Ну, да. Ну, расскажи вот о своих результатах. ЕГЭ напомнить для тех, кто подзабыл или не видел эту программу. Русский язык я сдал на 98 баллов из 100, общество знания на 82 балла и историю на 91 балл. В сумме получилось 271 из 300. А проходной балл вот в ГУ был? 223. 223. То есть с таким серьезным запасом. А в МГУ, допустим, не пробовал? В МГУ был экзамен дополнительный по обществознанию, а я не хотел его писать. То есть так немножко было лень? Ну, там немножко сложный экзамен был. А как ты так умудрился вообще сдать это серьезное? Ну, целый год я готовился к этому. Серьезно. Мама меня заставляла. Я сам себя заставлял. Решал всякие варианты ЕГЭ, там читал дополнительную литературу, занимался с преподавателями. Ну, плодотворный год прошел у меня. Ты еще в прошлый раз, когда смотрел программу, вела ее Нина Рабханова, очень хотел спросить. Вот у тебя такие вот вещи замечаются. Ты несовместимые, да, там, вещи? Ты отличник, да, там, по большому счету? Или серьезный отличник? Нет, я отличник. Отличник? Я с красным дипломом закончил школу. С утистатом особо образца это называется. Красный диплом у тебя, возможно, будет в будущем. Ты отличник, ты футболист, ты поэт. Это как бы обычно в жизни, в обычной, это три разных человека. Ну, так получилось, что все в одном. В футбол ты играешь хорошо? Ну, достаточно неплохо. Ну, как неплохо, что это значит? Ну, я не знаю. Ты в какой команде играешь, на каком уровне, что это? Ну, как бы я числюсь сейчас, ну, заявлен за «Титан», но в основе я не играю, играю за молодежную команду, но из-за университета сейчас еще играю. Хорошо. А поэт? Там ты говорил о том, что у тебя там, может быть, сборник какой-то выйдет когда-то? Там какая-то сдвинулась что-то с места? Он, может быть, выйдет. У меня из библиотеки Ален Кондрашина говорит, скинь мне 25 стихов своих в электронном виде, и что-то у меня пока руки не доходят. Ну, вот как соберусь и скину свои стихи, может быть, что-то получится из этого. А что, у тебя родилось еще за вот лето? Какие-нибудь новые стихи написались? Ну, есть немного, да. А могут еще что-нибудь продекламировать? Да, конечно. Ну, давай. Стихотворение называется «Лето». Мне очень холодно, лето, шумит листва, вечер летит тихо падая невесомо, по улицам вдоль торопливо бежит паства, чтобы ощутить равнодушие отчего дома. Небо с китайцем бродит в моей душе, ему бы приюта да занято все давно, мне бы лишь небо, и вот он рай в шалаше, счастье просто, счастье не мудрено. Море усталый шум, ветра чужой прибой, птиц равнодушных крик, вот же как есть печаль голос Васильева, «Пой мне еще, ну пой, и с бергамотом чай». Слушай, ну прикольное стихотворение. А что так грустно? Ну, не знаю. Настроение было? Ну да, такое настроение было не очень. Вечер был немножко холодный для лета. А где писалось, расскажи, это «Судя по морю» там? Нет, писалось это дома на самом деле. Я сидел на остановке на Советской площади, и мне что-то было так холодно, я был один, мне было так грустно, я пришел домой и написал стихотворение. Отомстил одиночеству своему таким образом. Может быть, да. Понятно. А скажи, пожалуйста, теперь возвращаясь к учебе уже, собственно. Итак, реклама своей сообщественностью, 223 балла был проходной, 271 ты набрал, выбрал в результате ГУ, чем Плеханова тебя не устроила? Я бы так сказал, что сейчас у этого университета репутация немножко упала по сравнению с предыдущими годами, когда там учиться было очень престижно. Сейчас говорят, что преподавательский состав стал ниже уровня. И сама организация мне там не понравилась. Когда я в приемную комиссию ездил, я потратил часа три, чтобы подать туда документы. Это было очень долго. Это как бы отбивало желание учиться там на самом деле. Я приехал в ГУ, приемная комиссия у меня заняла 15 минут. То есть за 15 минут у меня все документы приняли. Все я сделал. Сказали, приезжай потом, когда вот уже будут списки, там подавай к нам оригинал, будем рано тебя видеть. Но это подкупает себя, когда тебя... 271 балл в принципе подкупает. Я тоже так думаю. Смотри, кем ты в результате хочешь стать? Это осознанное решение, да? Там реклама сообщественности, это интересно. А с точки зрения профессии, чем заниматься ты хотел бы? Ну, в области рекламы спектр очень большой. Везде нужна сейчас реклама, во многих предприятиях. Поэтому, ну, я думаю, что не останусь без работы, если буду продолжать так же хорошо учиться, как и в школьной. Ну, наверное, да. Скажи, пожалуйста, как ты умудришься сейчас совмещать учебу? В футбол, наверное, по-прежнему играешь, и стихи, очевидно, по-прежнему пишешь. Да еще и ездишь каждый день в Москву. Ну, как-то вот так получается. В футбол, ну, в кляну уже не получается особо играть. То есть, ты в детричке в основном играешь в футбол? Нет, я играю в университете за сборную. За сборную отлично. Ну, пока только тренируюсь, но вроде, как говорят, неси документы, там будем заявлять на первенство среди институтов. Не знаю, что там получится, посмотрим. Но учебе-то не скажется никак? Скажется положительно, зачет по физкультуре будет. Это самый важный в универе, да. Ну, как минимум, уже один зачет будет. А здесь, когда ты учился в школе, достаточно просто было совмещать учебу? Ну, я не сказал бы, что там прям очень тяжело. Ты уже у нас закончил 10 лице, правильно я помню? Нет, 16-ю школу. Вот это я сейчас 16-ю школу обидел. Прошу прощения, Ольга Николаевна. 16-ю школу закончил с золотой медалью? Серебряной. А что так, почему не оценили твои способности? В 10-м классе, в первом полугодии, 4 по физике, мам. А что случилось в первом полугодии, в 10-м классе? Так вот, не подготовился разок, попал на нас самостоятельно. Хорошо, смотри, вот сейчас на тебя смотрят много ребятам и девчонок, которые говорят, блин, такой прям успешный парень, да, спортсмен, интеллектуал и учится в престижном вузе, тоже так хочу. Есть какой-то там секрет у тебя успеха твоего? Или просто тебе богом, там, природой даны тебе там все эти вещи и все? Ты ничего не делаешь для того, чтобы все было хорошо, оно само на тебя валится? Почему я делаю? Ну вот расскажи, что ты делаешь, допустим, как у тебя может быть там… Да, прославив сна отношусь к тому, чем я занимаюсь, там, к учебе, например, не пропуская тренировки на футболе, стараюсь везде успевать, даже если, ну, там, не хватает времени, пытаюсь найти обходные пути, чтобы везде успеть, ну, в принципе, все. Ты считаешь, что для того, чтобы все было хорошо, нужно просто… Надо просто пробовать себя во многих областях, не лениться, не сидеть дома, не знаю, не залипать перед компьютером постоянно, ну, двигаться постоянно надо. Хорошо, Вань, спасибо большое, что ты сегодня на нас пришел, уважаемые телезрители, я хочу вас тоже призвать заниматься спортом, не залипать перед компьютером, все успевать, к всему относиться добросовестно, как Ваня, и будете как Ваня. Спасибо. Спасибо.